Шалаш среди новостроек. Между высотными домами на Днепропетровской дороге, рядом с детским садиком и футбольным полем, поселились бездомные. Из своих окон жильцы видят, как их соседи питаются, спят, выясняют отношения и разводят костры. Люди обходят шатер стороной и только возмущаются антисанитарией. Кто мне что-то дом дал? Даже куска хлеба. Никто мне ничего не дал. Я хочу, я себе зашел, я себе здесь тут и живу. Я жил и буду жить. Игорь возмущен тем, что его побеспокоили. Говорит, он никому не мешает, просит не трогать и его. А в этом шалаше все, что у мужчины есть. Друзья-сожители, пара обуви, несколько футболок и свитер. Игорю 32, вырос в интернате. Продяжничает с 16 лет. Работал на стройках, работаю как могу. Сестра, брат тоже живут так же, как и я. Сегодня он вместе с Сашей остался на хозяйстве. Остальные отправились за добычей. Кто подрабатывает на стройках, кто грузит мешки, а кто просит милостыню. Живут в складчину. Мы уже прожили здесь больше 5 лет. 10 человек у нас сейчас здесь. Саша из Днепропетровской области. Ему 30. Говорит, родных и близких нет. Осталась только хижина в селе. Но делать там нечего. Ну что там, там вообще работы нет. А хозяйство держать? Ну не выгодно. А тут что, лучше? Тут что, зарабатываете? Да зарабатываем так почти чуть-чуть. На жизнь хватает. На голой земле матрасы. Над головой целлофановый шатер. Шалаш собрали из досок, ящиков и оконный храм. От дождя прячутся под дырявыми зонтами. Они тоже здесь, на полу, в перемешку с вещами, мусорными ведрами и консервными банками. Пристроилась к бродягам и местная дворняга. Это моя хата. А вот кухня. Тоже под открытым небом. Здесь на пеньках хранятся шампуни и мыло. Есть даже горшки с цветами. А вот запасы дров на костер и обгоревшая посуда. В качестве шкафа используют детские коляски. Нашли возле мусорного контейнера. Живем в Лифатре. Кушаем от Лифатра. Лариса Анатольевна живет поблизости. Каждый день наблюдает за жизнью неблагополучных соседей. Признается, от такой картины из окна ей становится не по себе. В шалаше, по ее словам, живут даже дети. Среди таких красивых домов, футбольного поля и вот такой вот бардак. И нам, конечно, тоже страшно, но и жалко этих людей. Почему? Потому что у них такая вот сложилась жизнь. Шалаш расположен под высотными домами. Рядом футбольное поле и детская площадка. А вокруг антисанитария инфекции. Родители боятся за своих детей, которым приходится гулять рядом с бомжами. Как решить проблему, никто не знает. Многие люди занимаются палисадниками, сажают деревья. Красивые парадные, ухоженные. И напротив получается вот такой бедлам. Жильцы рассказывают, что писали в ЖКС, в райадминистрацию, в мэрию. Много раз обращались в милицию. Но разобраться с обитателями шалаша никто так и не решился.